Закат Империи Последняя серия первого сезона. И этот сериал выпускает студия подкастов «Либо-либо». Мы рассказываем истории в аудио и делаем это лучше всех на русском языке. У нас есть подкасты про науку, технологии, бизнес, культуру, отношения. А я веду в студии два исторических подкаста. Один называется «Время и деньги». Он о роли бизнеса в истории. А второй называется так же, как и этот сериал «Закат Империи». Но в нем я рассказываю истории про секс, наркотики и панк-рок до революции. Слушайте наши подкасты, все ссылки в описании этого выпуска. В предыдущих сериях за время правления Николая II Россия пережила множество потрясений. Все началось с локальных студенческих протестов. Они переросли в массовые выступления, в террор и в революцию. А на фоне всего этого была проиграна русско-японская война. В результате революции в России появился парламент и политические партии. Но несколько лет спокойствия и активного роста оказались недостаточными для того, чтобы залечить все раны революции. В 1914 году Россия вступила в мировую войну и она заново вскрыла все проблемы. А к 1917 году император Николай II оказался без поддержки и общества, и элит. Январь 1917 года. Третий год идет тяжелейшая мировая война. Вся Европа перекопана окопами и перепахана снарядами. Из-за разрухи в логистике в столицу не успевают привезти хлеб. А в это время в самом Петрограде скопились тысячи мобилизованных. Они по несколько месяцев сидят там и ждут отправки на фронт. Оппозиция, не скрываясь, критикует правительство и царя. Они требуют смены правительства. Они говорят об измене в верхах. Они говорят о том, что эту войну невозможно выиграть без изменений в стране. Николай II встречает Рождество и Новый год дома в царском селе. Утром он принимает министров, днем гуляет с дочерьми и сыном, а вечером собирает пазлы. Тем временем в Швейцарии, в центре русской политической миграции, один малоизвестный лысый русский революционер читает лекцию студентам. Заканчивает он ее вот так. Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции. Но молодежь, которая работает так прекрасно в социалистическом движении, будет иметь счастье не только бороться, но и победить в грядущей пролетарской революции. Человека, который не надеется застать революцию, зовут Владимир Ленин. 8 марта 1917 года, в день борьбы женщин за свои права, работницы петербургских фабрик прекратили работу и вышли на демонстрацию под лозунгами «Долой войну, долой самодержавие и хлеба». К женщинам присоединились и рабочие, и всего забастовало около 100 тысяч человек. Следующие несколько дней на площади перед Московским вокзалом происходит непрерывный митинг. Там и здесь кто-то выступает с речами. Студенты читают какие-то лекции для рабочих, волонтеры организуют горячее питание. Но лидеров у этого протеста нет. А сама площадь окружена войсками. А войска – это те самые мобилизованные вчерашние крестьяне, которые по многу месяцев ждут отправки на фронт. Всем кажется, что пройдут выходные, и все разойдутся по домам и на работу. Но в понедельник утром, когда офицер одного из полков построил своих солдат, чтобы везти их, как обычно, на площадь, солдаты отказались выполнять приказания и застрелили своего офицера. За убийство офицера по законам военного времени полагалась казнь. И тогда солдаты сделали единственное, что было логичным в этой ситуации. Они присоединились к протесту. Больше того, они пошли к другим полкам и начали убивать чужих офицеров. Для того, чтобы другие полки тоже присоединились к протесту. Потому что если восстание все-таки подавят, то всех же не расстреляют. И так один полк за другим стал переходить на сторону протестующих. Но лидеров как не было, так и нет. И тогда кому-то пришла в голову идея взять штурмом тюрьму Кресты и освободить политических заключенных. А заключенные уже в свою очередь повели восставших к Таврическому дворцу, там, где заседала Государственная дума, чтобы требовать у оппозиционных депутатов возглавить восстание. Много лет депутаты требовали у царя больше власти и критиковали его. И вот прямо сейчас к дверям парламента пришли тысячи восставших и предложили возглавить протест. А депутаты боятся. Они думают, что, скорее всего, восстание будет подавлено верными императору войсками. Кроме того, император прямо потребовал от них прекратить заседание Государственной думы и разойтись по домам. И депутаты подчиняются. Но, правда, одновременно с этим они создают такой временный комитет депутатов Государственной думы. Типа и нашим, и вашим. Вроде как требование императора соблюдено, но и народные избранники держат руку на пульсе. Тем временем в столице происходит полный хаос. Почти весь Петроградский гарнизон — это 180 тысяч солдат с оружием в руках. Почти все они присоединяются к протесту. Все студенты на улицах. Все фабрики стоят. Все в красных флагах. Со стен сбивают двуглавых орлов. И, наконец, на четвертый день восстания появляются лидеры. В результате внутренних выборов на фабриках и в казармах появляется Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, сокращенно Петросовет. И вот он берет главенство над протестами и к нему присоединяется тот самый временный комитет депутатов Государственной Думы. Еще на следующий день император понимает, что дело действительно плохо. Это уже не протесты. Это реально вооруженное восстание. Это революция. И он, надеясь непонятно на что, едет в Петроград. Но железнодорожники разбирают пути, и царский поезд застревает в Пскове. К императору приезжают два депутата Государственной Думы. Один либерал и один монархист. Они заходят к царю в вагон и все вместе садятся за стол. Депутаты, волнуюсь, рассказывают, что гарнизон перешел на сторону восставших. Что казаки отказываются стрелять в людей. Император молчит. На его лице отражается только то, что эта длинная речь лишняя. Наконец депутаты переходят к главному. Они говорят, что ради спасения России император должен отречься. У царя осталась последняя надежда. И это армия. Он отправляет телеграммы всем командующим фронтами и начальнику генерального штаба. И за исключением одного человека все они, включая дядю царя, советуют Николаю отречься. Император абсолютно одинок. У него не осталось никого. Столица в руках восставших. Идет война. И вот 15 марта 1917 года, спустя всего лишь восемь дней с начала восстания император подписывает отречение. Если вам кажется, что все произошло внезапно, то вам правильно кажется. Да, люди ждали революцию, они готовили ее десятилетиями, но вообще-то никто не мог предсказать, что трехсотлетняя империя рухнет в считанные дни. И в стране нет ни одной политической силы и ни одного лидера, который прямо сейчас готов взять власть в свои руки. И тогда более-менее стихийно в стране возникает два центра силы. Первый из них – это временное правительство. Это министры, которые по факту управляют Россией. Это по большей части либералы, немножечко социалисты. Это или бывшие депутаты Государственной Думы из вот того самого Временного комитета, или это какие-то известные общественные деятели, правозащитники. И власть временного правительства признают все, начиная прямо с генералов, командующих фронтами, и с родственников царя. И этих министров, это временное правительство, никто не выбирал. Они как бы избрали себя сами. Второй центр властей – это как раз Петросовет. Это тот самый орган, о котором я уже рассказывал, он возник еще на четвертый день восстания. Он представляет интересы рабочих и солдат Петрограда. И он, конечно, левый, социалистический. Его власть тоже признают все, он прям издает законы, а сам Петросовет, в свою очередь, признает главенство Временного правительства. Ну, естественно, между либералами, министрами и социалистами из Петросовета возникают периодически разные терочки, но в целом они друг друга поддерживают и признают. И еще по образцу Петросовета по всей стране тоже происходят выборы и собираются такие местные, региональные советы по образцу Петроградского. И вот Петросовет – это вроде как у нас общероссийский парламент, а местные советы – региональные парламенты. Самое главное, что и Временное правительство, и Петросовет – это органы временные. Было решено, что реально судьбу России должен решить народ. На первых в истории честных, равных, тайных и всеобщих выборах в учредительное собрание. И вот учредительное собрание и определит судьбу России, примет Конституцию. Если по этой Конституции Россия превратится в парламентскую республику – окей, значит, так тому и быть. Если учредительное собрание решит, что нам нужна монархия – хорошо, будет монархия. Ну, впрочем, понятно, что монархисты выиграть выборы не смогут. Честно – честно. Справедливо – справедливо. И очень глупо говорит один малоизвестный русский радикальный революционер Владимир Ленин. Он – глава небольшой радикальной фракции в большой и уважаемой Российской социал-демократической рабочей партии. Это вторая по известности и популярности социалистическая партия в стране, а Ленин – глава небольшой фракции внутри этой партии. И взгляды Ленина такие. Нет ничего важнее революции. Но надо смотреть шире. Имеет значение не революция в России, а общемировая революция. Согласно его взглядам, империалистическая война между европейскими державами должна перерасти в мировую гражданскую войну. Все солдаты, всех армий должны повернуть оружие против своих офицеров и свергнуть свои правительства. Так начнется мировая революция. Ленин писал об этом еще в самом начале войны, в 1914 году. И вот, кажется, началось. Пожар мировой революции занялся в Петрограде. И он неизбежно должен перекинуться на остальные европейские страны. Скоро начнется мировая гражданская война, капиталистические правительства всего мира будут свергнуты, и наступит общепланетный мир без границ, равный для всех. Так учит Маркс. Только глупцы могут отрицать силу его учения. И Ленину очевидно, что в России никто не понимает реальных масштабов начавшихся исторических процессов. Они там что-то беспокоятся за судьбу России. Они там планируют выборы в учредительное собрание. Что может быть глупее? Россия не имеет никакого значения. На кону будущее всего человечества. На кону будущее всего человечества. А Ленин с товарищами сидит в Швейцарии. Он мечется просто как зверь в клетке. Он очень хочет в Петроград, но проехать туда невозможно. Потому что Франция и Италия они союзницы России. И они арестуют Ленина как только он появится на их территории. Потому что взгляды Ленина известны. Он призывает как можно скорее оканчивать войну с Германией и начинать войну против капиталистических правительств всего мира. Этот план союзников естественно не входит. Зато вот Германия кажется не против. И Ленин начинает переговоры с немцами и немцы разрешают ему проехать через свою территорию в Россию. Потому что немцам революция в России на руку. И чем там будет заварушка побольше, тем авось им будет полегче. И Ленин едет в Россию в пломбированном вагоне через Германию. Ну, вагон на самом деле не пломбированный. Больше всего он опасается того, что его арестуют сразу же по прибытии в Петроград за сотрудничество с немцами. Но его как любого другого оппозиционера, который пострадал от царской власти, встречают на вокзале с оркестром и цветами. И Ленин немедленно начинает выяснять остановку и действовать. Стартовая позиция у него очень плохая. О степени популярности большевиков весной 1917 года говорит тот факт, что в марте на 2800 мест в Петросовете у Ленина и большевиков всего лишь 40 мест. И причем Ленин единственный из всех оппозиционеров не согласен ни на какие компромиссы с другими революционерами. Цели у него глобальные, общемировые, а для этого ему нужна вся власть целиком и полностью. И Ленин придумывает план. И план такой. Нужно стравить между собой социалистов из Петросовета и либералов из Временного правительства. План у Ленина конечно хороший, но только как будто бы немного безумный. Потому что чувак, ты кто такой-то вообще? У тебя 40 человек депутатов из почти трех тысяч в Петрограде. И Ленин понимает, что единственное, что ему остается, это ждать удобного момента. И он понимает, что долго ждать не придется. Он 20 лет в оппозиции. Хорошие русские обязательно скоро поссорятся. Первый удобный момент настал прям весной, в апреле 1917 года, и он был связан конечно с войной. Петросовет выпустил призывы к народам всего мира закончить войну без аннексий и контрибуции. То есть типа давайте просто перестанем воевать и все оставим как было до войны. А Временное правительство прям практически в это же самое время выпустило декларацию о верности союзникам и о борьбе до самого конца. Это конечно сразу же вызвало скандал, на улице вышли люди, а сам Петросовет выпустил вот какое заявление. революционная демократия не допустит лить кровь ради завоевательных целей. Большевики мгновенно сориентировались и на улицах появились лозунги «Долой Временное правительство и вся власть Советам!» Петросовет слегка от такой подачи подофигел и заявил, что никакой власти он брать не собирается. Временному правительству доверяет вообще, что все проблемы решаемы и призвал народ уходить с улиц. В общем, конфликт довольно быстро был решен тем, что из Временного правительства ушли два министра, которые больше всех остальных выступали за войну. Инцидент оказался исчерпан и тут все повернулись к Ленину и сказали типа это что такое было вообще? Это что за попытки государственного переворота? А Ленин в ответ на это сказал типа сорян ребят психанул. Он говорит мы вовсе не хотели свергать Временное правительство. Мы просто хотели проверить насколько оно устойчивое. Он прямым текстом сказал вот что это была попытка прибегнуть к насильственным мерам. Мы не знали сильно ли масса в этот тревожный момент колебнулась в нашу сторону. И вопрос был бы другой если бы она колебнулась сильно. Мы желали произвести только мирную разведку сил неприятеля, но не давать сражения. Итак, весной 1917 первая попытка Ленина взять власть не удалась, а значит надо ждать следующего удобного момента. И он настал летом в июле. Если весной после отречения царя в обществе эйфория, то к лету все как-то уже немножечко подуспокоились. Типа окей, царя мы свергли, царский министр арестован, их допрашивают, например, коррупции, связи с Распутиным, все такое. Но как-то знаете, почему-то цены растут. И как-то они растут даже быстрее, чем при царе. А крестьяне спрашивают деревни, а когда мы землю будем делить? И временное правительство говорит, слушайте, ну мы же договаривались, вот соберется учредительное собрание, и тогда она все это решит. мы же не можем решать за учредительное собрание. И все говорят, ну окей, хорошо, а где выборы-то тогда в это собрание? Временное правительство отвечает, слушайте, может вы не заметили, но сейчас война идет, проблем очень много в стране, мы все решаем, давайте, успокойтесь, все будет, нормально. И народ говорит, ну, типа, хорошо, окей, ждем. При царе война шла не очень успешно. Одна из главных претензий оппозиции к царю была в том, что царское правительство, выиграть эту войну не способно. Временное правительство уверено, что справится гораздо лучше. Вовсю идет реклама будущего крупного летнего контрнаступления русской армии. Заготовлены снаряды, созданы новые части, на фронте перевес. К тому же армия теперь устроена по-новому. Это вам не старая царская армия, а новая, революционная. Дело в том, что еще в первые дни революции еще до отречения царя Петросовет выпустил приказ номер первый. И по этому приказу в армии образуются солдатские комитеты. Эти комитеты обладают контролем над оружием, а еще они имеют право обсуждать приказы офицеров. конечно боевые приказы они не имеют права обсуждать, но вот например если офицер говорит им давайте-ка вот выходим разгонять митинг, то солдаты могут это обсудить. Это по закону, а на практике получилось так, что любые приказы офицеров обсуждались в комитетах. То есть что это значит? Приходит офицер к солдатам и говорит завтра в 4 утра идем в атаку. А солдаты говорят окей мы это обсудим и обсуждают это в комитете и комитет может решить хорошо идем в атаку и тогда солдаты в атаку идут. А еще комитет мог сказать например нет нам кажется что этот приказ целям России не соответствует не учитывает тонкости момента и тогда солдаты в атаку не идут. Суть этого приказа конечно была в том чтобы вывести солдат из подчинения офицерам потому что социалисты боялись контрреволюции. Но теперь попробуйте догадаться насколько успешным было широко разрекламированное летнее наступление русской армии. Оно обернулось катастрофой. Армия полностью дезорганизованная бежит с фронта солдаты перестают подчиняться офицерам а офицеры гибнут просто сотнями стараясь предотвратить наступление противника и помогает это плохо потому что немцы и австрийцы занимают огромные территории. Один из офицеров писал потеряв всякий человеческий облик громя на своем пути ни в чем не повинное население бросая артиллерию обозы снаряды выкидывая раненых из санитарных поездов обезумевшие армии юго-западного фронта бежали. Не только все поезда идущие с фронта были до отказа набиты дезертирами, но и шоссейные и проселочные дороги были полны ими. В Петрограде решают отправить на фронт части Петроградского гарнизона. Те самые, которые в марте убивали своих офицеров и первыми присоединились к протестам. Но Петроградский гарнизон совсем не хочет идти на войну. Они выходят на улицы с лозунгами о немедленном мире без аннексий и контрибуций и против войны за обязательства союзников. И в этот момент Ленин говорит «Пора». На улицы выходят солдаты, рабочие и матросы под лозунгами «Немедленный мир», «Долой временное правительство» и «Вся власть советам». Те же самые лозунги, что и весной, но сейчас ситуация гораздо серьезнее. Потому что люди устали от хаоса и от безвремения и сторонников большевиков на улицах гораздо больше. Многотысячная толпа пробольшевистских рабочих окружает Таврический дворец, где идут заседания Петросовета и они требуют от депутатов взять власть в свои руки. К ним выходит Виктор Чернов. Это лидер партии эсеров и заместитель председателя Петросовета. Он говорит им о верности правительству. Он говорит им, что беспорядки нужно прекратить и расходиться по домам. В ответ на это один рослый рабочий подносит кулак прямо к его лицу и кричит «Принимай, сукин сын, власть, коле дают». Начинается свалка, Чернову порвали пиджак и все успокоились только когда большевик Лев Троцкий призвал всех разойтись. Его рабочие послушались. Одновременно с этим на улицы начинают выходить и другие демонстрации уже с лозунгами верности временному правительству. Возникает реальная угроза начала гражданской войны. На улицах столицы революционные демонстрации месяца друг с другом. Все идет по плану Ленина. Но в этот момент в газетах появляются сенсационные известия о том, что Ленин получал деньги из Германии. Это сразу же меняет картину. То есть у нас получается Ленин это не пацифист, который хочет, чтобы прекратилась проливаться русская кровь. Это немецкий шпион, который на деньги Берлина устраивает восстание в Петрограде. То есть представьте, мы свергли царя, идет война, и вот в разгар катастрофического поражения на фронте в столице немецкий шпион поднимает восстание, чтобы свергнуть правительство. И вы еще вспомните, что именно этого человека немцы пропустили сквозь свою территорию. И все такие нифига себе. И вот уже на улице столицы выходят войска, верные временному правительству и Петросовету и дружно разгоняют демонстрации большевиков. Порядок был восстановлен. На Ленина и его ближайших товарищей выдают ордера на арест. Кое-кого успели поймать и посадить, кое-кому удалось сбежать, в том числе и Ленину, он бежит в Финляндию. И второй раз для большевиков попытка захватить власть обернулась поражением. Только теперь их считают не просто сумасшедшими радикалами, а буквально предателями. Больше того, Временное правительство говорит, что и поражение на фронте было все из-за Ленина и большевиков. Репутация этой партии просто уничтожена. Никто не смеет заикнуться о симпатиях к Ленину. Правда сказать, кажется, никаких немецких денег все-таки не было, потому что следствию не удалось найти фактов, которые бы подтверждали передачу денег от Берлина большевикам. Неудобно, конечно, получилось, но что уж теперь поделать. Партнер этого выпуска сервис МТС Строки. На нем вы можете найти много книг про героев нашего сериала. Например, сегодня я вам рекомендую лучшую биографию Ленина, которая только была написана на русском языке. Ее автор Лев Данилкин. Сервис МТС Строки это сервис для читающих людей. На нем есть книги и журналы. Вы можете слушать подкасты и аудиокниги. Ссылка в описании этого выпуска, а мы продолжаем. Тем временем ситуация в стране все еще не сахар. Инфляция бешеная, министры временного правительства сменяют один другого, страну сотрясают просто непрерывные политические кризисы. И, наконец, в революцию решают вмешаться военные. Стране нужен порядок. И обеспечить его может только военная диктатура. Хунта. Надо к чертовой матери разогнать все эти советы рабочих депутатов, все эти солдатские комитеты на фронте. И, в принципе, сопляжуев из временного правительства тоже можно разогнать. С этими согласны многие. Владельцы заводов и фабрик, дворяне, городская интеллигенция, все они напуганы насилием на улицах. Они боятся проиграть войну. И, кстати говоря, с такими взглядами согласен кое-кто и во временном правительстве. Например, фактически глава военного министерства Борис Савенков. Когда-то он был протестующим студентом, затем дорос до руководителя боевой организации, а вот сейчас управляет министерством. И кажется, что лучшей кандидатурой на пост диктатора будет главнокомандующий русской армией генерал Лавр Корнилов. Генерал Лавр Корнилов вступает в переговоры с премьер-министром временного правительства Александром Керенским. Они ведут переговоры по телеграфу, и я бы сказал, что такие дела, конечно, в переписке не решаются. Вот почему. Генерал Лавр Корнилов убежден, что премьер-министр Керенский на его стороне, что он готов предать Петросовет и установить военную диктатуру. А премьер-министр Александр Керенский считает, что генерал Корнилов хочет его арестовать и забрать всю власть себе. В результате Лавр Корнилов снимает самые боеспособные части с фронта и ведет их на столицу. Впервые в истории России боевой генерал ведет фронтовые части на столицу. И внутри России нету силы, которые готовы ему противостоять. В ответ на это премьер-министр Александр Керенский публикует в газетах призыв о том, что столицу надо защищать, что генерал Корнилов предатель Родины и революции и Петросовет полностью с ним солидарен. Но солдаты все еще идут на столицу и надо кого-то отправить против них. Петроградский гарнизон предсказуемо воевать отказывается и тогда против фронтовых частей отправляют социалистических агитаторов. И агитаторы объяснили солдатам, что генерал Корнилов предатель и что командованию подчиняться не нужно. Солдаты их послушались и на этом выступление генерала Корнила закончилось. Самого Корнилова арестовали, командир его корпуса застрелился, а Борис Айвенков подал в отставку и был исключен из партии АСРов. Все. Петросовет и временное правительство просто на измене. Они буквально балансируют на канате. Слева на них нападают большевики, типа, окей, мы кое-как с ними справились с помощью военных, теперь на нас нападает армия. И, может быть, союз с большевиками тогда меньше из зол. К тому же для русской оппозиции, которая сейчас по факту управляет империей, большевики это все-таки свои ребята. Они революционеры, они красные, они социалисты, они вместе с нами гнили на каторге, а вот военные это дворяне, аристократия, они всегда были за царя, они всегда были против нас. И большевиков начинают потихонечку прощать и возвращать в столицу. Но не Ленина, против него обвинения слишком серьезные, репутация его слишком испорчена, а вот других да. А еще Временному правительству и Петросовету для защиты от будущих мятежей нужна какая-то вооруженная сила, потому что да, на Петроградский гарнизон рассчитывать, кажется, не приходится. И вот создаются специальные вооруженные отряды по борьбе с контрреволюцией, и командовать этими отрядами поставили большевиков. Наступает осень. У Ленина почти не остается времени, чтобы захватить власть, потому что в декабре пройдут выборы в долгожданное учредительное собрание. Это будет легитимный орган, его так просто будет не свергнуть. А значит, надо начинать прямо сейчас. Ленин учел ошибки двух своих предыдущих попыток, а также неудавшегося военного мятежа. И выводы такие. Нужно рассчитывать не на массовые протесты, как в предыдущие два раза, а на молниеносный вооруженный захват с силами преданных большевикам солдат и матросов. Но одного вооруженного захвата недостаточно, как показало выступление Корнилова. И пора наконец отказаться от идеи поссорить временное правительство и Петросовет. Они слишком дружны друг с другом, они все время друг другу помогают, надо одновременно свергать и одних, и других. Проблема в том, что свергнуть Петросовет не так просто. Странно, да, если большевики целый год говорили вся власть Советом, а теперь собираются их свергнуть. Ну и кроме того, у Петросовета высокий авторитет и ему доверяют в народе. Поэтому одновременно с вооруженным восстанием большевики планируют подменить легитимный Петросовет своим собственным Советом большевистским. Понимаете, да? Им надо не просто отобрать власть у временного правительства и Петросовета, а еще отдать ее кому-то. Ну типа, как это сделать? Как можно создать подложный Совет? Вот как большевики объявляют о съезде Советов. То есть они приглашают делегатов со всей страны, со всех вот этих региональных Советов, которые есть по всей России, приезжать в Петроград на всеобщий съезд. У большевиков, естественно, нет никакого права созывать этот съезд. Кто они такие? Это просто одна из партий. Не самая крупная, не самая популярная. И, естественно, Петросовет говорит, это все нелегитимно. Большевикам никто этого права не давал. Не надо во всем этом участвовать. Не надо посылать делегатов в Петроград. И поэтому почти по всей стране выборы делегатов на этот съезд все игнорируют. Все, кроме большевиков. А кое-где большевики просто фальсифицируют выборы этих делегатов. И вот таким образом в Петрограде и собирается съезд Советов всей России. Первое заседание этого самозваного съезда Совета всей России должно начаться с 7 ноября 1917 года. Ночью на 7 ноября отряды солдат и матросов, подчиняющиеся большевикам, начали занимать электростанции, мосты, вокзалы, почты и телеграфы. Премьер-министр Александр Керенский призывает войска верные временному правительству оказать сопротивление большевикам. Но Петроградский гарнизон, как обычно, устраняется от проблем. Днем 7 ноября все важные места в Петрограде были заняты большевиками. Горожане наблюдают за этим со смесью усталостей и любопытства. Вечером начинается штурм Зимнего дворца. В 2 часа ночи 8 ноября 1917 года Зимний был взят, а министры временного правительства, которые в нем заседали, арестованы. Одновременно с этим в Петрограде открывается самозваный большевистский съезд советов. Делегаты со всей страны, конечно, приветствуют восстание большевиков. Они принимают декреты о мире и о земле и формируют новое правительство. Во главе страны становится лидер большевиков Владимир Ленин. Александр Керенский бежит, а главная газета Петросовета объявляет все это безумной авантюрой. Осенью 1917 года в стране нет силы, которая способна противостоять Ленину. Измученные жители России принимают смену власти спокойно. Но для Ленина это только самое начало. Его цель не прекрасная Россия будущего. Он сделал только первый шаг к торжеству коммунизма во всем мире. Вторым шагом будет превратить мировую империалистическую войну между державами, в мировую войну между пролетариатом и капиталистами всех стран. Пожар коммунизма, вспыхнувший в Петрограде, должен перекинуться на всю планету. Мировая революция началась. с вами аксёнов андрей и закат империи. Спасибо, что были с нами все эти восемь серий. Этот сериал вместе со мной готовили продюсер Павел Боровков, редакторка Настя Якубовская и многие другие люди. Спасибо им всем за это. Спасибо студии Либо-Либо и нашим партнерам. Подписывайтесь на канал, слушайте другие аудиовыпуски подкаста Закат Империи и другие подкасты нашей студии. Желаю вам приятного прослушивания о России и светлого будущего. Увидимся. Пока. Субтитры Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова